Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. Я думаю, многие из вас знают, что такое волатильность. А те, кто не знают, наверное, испытали ее на себе в прошлую пятницу. Кто-то хорошо заработал, а кто-то немножко потерял. Как раз-таки на той самой волатильности выход Non-Farma. За первую минуту цена евро-доллара проскочила 400 пунктов. И это значит 400 долларов за одну минуту, если вы торгуете одним стандартным лотом. Какие еще волатильные новости будут на этой неделе, на которых можно заработать? А это австралийский Центробанк дает нам такой повод и планирует повысить процентную ставку. Так вот, это очень волатильная новость. Если это произойдет, скорее всего, австралийский доллар улетит вверх. О том, как на этом заработать, поговорим через пару минут. А сейчас давайте сначала посмотрим график австралийского доллара, чтобы понять, какая там расстановка сил, буков, медведей и что нам нужно делать, чтобы заработать. Вообще, австралийский доллар находится в восходящем тренде. Это видно на часовом графике. И виной тому, конечно же, Non-Farm. Давление на доллар взвинтило курсы всех валют, которые торгуются к доллару. В том числе и австралийский доллар. И сейчас он находится на пике. Он недавно вышел из такого вот канала бокового, пробил линии сопротивления и находится в восходящем движении. Что нам нужно понимать? Дело в том, что во вторник, 7 ноября в 6.30 будет новость решения по процентной ставке Центробанка Австралии. Предыдущая новость была 4.10, прогнозируется 4.35. Это означает, что если в момент выхода новости цена будет на пике, австралийский доллар будет на пике своего трендового движения, то силы покупателей может не хватить для того, чтобы продолжить движение вверх. Просто исчерпаются силы быков и это может привести даже к противоположному движению. То есть, цена даже может упасть. И хорошо бы, чтобы цена к этому времени немножко опустилась. И вот здесь, смотрите, есть такая линия сопротивления. Она будет зеркальная линия поддержки. Вот на М30 ее хорошо видно. Кстати, вот даю вам сигнал. Когда цена дойдет от этой линии, можно купить и заработать на росте. Хорошо, если в момент выхода новости по процентной ставке цена окажется около этой линии. Это будет двойной сигнал на покупку. То есть, и фундаментальные новости будут нам говорить. Фундаментальный анализ будет нам говорить о том, что новость о повышении процентной ставки давит австралийский доллар вверх. И технический анализ также будет говорить о том, что здесь разворотная точка и можно покупать и заработать на росте. И вот этот двойной сигнал как раз таки дает возможность хорошо зайти с высокой вероятностью на покупку и заработать. Но если цена будет наоборот на пике, как я уже сказал, то лучше воздержитесь от сделок. Подождите пока новость выйдет. Цена улетит вверх или вниз, неважно. И потом на коррекции можно поторговать. У меня, кстати, есть новости на канале. Переходите по ссылке в описании к этому видео на мой канал. И там есть у меня много видео о том, как зарабатывать на новостях с реальными сделками, с реальными видео. Думаю, вам будет интересно. И, кстати, чтобы не пропускать такие новости, обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Здесь на экране будет название. Название моего канала. Либо, если перейдете на мой канал по ссылке в описании, там под любым видео будет кликабельная ссылочка на телеграм-канал. И, кстати, есть хорошая новость. Если вы торгуете во маркетс на MetaTrader 5, то на этой неделе я, наконец-таки, сделаю анонс о запуске моего торгового робота Flydynamic для MetaTrader 5. До этого он работал только на MT4. Теперь все любители MT5 могут его протестировать и спробовать. Кстати, чтобы его получить бесплатно, пишите мне по ссылке в телеграм. Я расскажу, как его получить бесплатно. Давайте я покажу вам, какие есть еще разворотные точки на австралийском долларе, на которых можно заработать, где будет хорошая волатильность. Вот здесь внизу, смотрите, есть такой треугольник, есть линия поддержки восходящая, есть линия сопротивления. Она же уже зеркальная линия поддержки. И вообще, если цена австралийского доллара опустится в момент пересечения этих двух линий, то отсюда прям шикарная точка входа будет. Ну, это, конечно, вряд ли так быстро случится, потому что, тем более на этой неделе, новости, которые только подогревают рост австралийского доллара. Но, тем не менее, австралийский доллар, вот если на D1 посмотреть, он вышел, видите, из такого канала, пересек линию сопротивления и сейчас идет вверх. Но из таких каналов цена быстро не выходит, она, как правило, возвращается. Вы можете посмотреть, даже вот здесь, например, когда цена пробила линию поддержки, она потом еще возвращалась к ней. То есть, все равно цена колеблется вверх-вниз, вверх-вниз, и здесь тоже есть высокая вероятность, что она вернется к этой линии сопротивления. И эти разворотные точки себя отработают. Давайте посмотрим евро-доллар. Евро-доллар тоже сейчас пробил линию сопротивления. Вот она, эта разворотная точка отработала себя. Кстати, ее, по-моему, давал на своем стриме. Если хотите пообщаться со мной лично, задать мне вопросы, заходите ко мне на стрим. Подписывайтесь на мой канал по ссылке в описании. И колокольчик нажимайте, и вам придет оповещение, что в среду в 19.30 я провожу стрим. Там познакомимся поближе. И я даю тоже разворотные точки, на которых сам зарабатываю. Когда цена вернется евро-доллара к этой линии, от нее может быть также купить и заработать на росте. Вот эту вот разворотную точку я поставил. Это в районе цены 1.06.59 на текущий момент. И вероятность того, что она сюда вернется, очень высокая. Я сам встал в позицию sell сейчас, поэтому ожидаю, что цена пройдет какое-то время вниз. Но если прямо вот дойдет до этой линии, отсюда можно будет купить и заработать на росте. Британский фунт также, видите, в импульсе вверху. Кстати говоря, вот обратите внимание, что евро-доллар, у него волатильность вот за пятницу была 1332 пункта. А у британского фунта в этот же день, в ту же пятницу, волатильность составила 2072 пункта. Что такое волатильность? Это расстояние, диапазон прохождения цены в определенный момент времени, в один и тот же. И мы можем сравнить. Волатильность евро-доллара была 1300 примерно пунктов за сутки. А в британского фунта 2051 пункт. То есть настолько отличаются разницы. Как правило, в полтора раза фунт более волатильный. Поэтому если вы любите поторговать на новостях, скайпинг, то выбирайте британский фунт для своей торговли. Я также ожидаю, что он сделает коррекцию. И когда он дойдет до линии поддержки, от нее можно будет купить и заработать на росте. Вот разворотная точка в районе цены 1.2206. Давайте посмотрим еще золото. Здесь видно, что я давно уже жду золота вверху. Около линии сопротивления. От нее можно будет продать и заработать на снижение. Новость по доллару, плохая по нонфарму, двинула золото вверх. Потому что золото котируется к доллару. Соответственно, если доллар опускается, золото растет. Поэтому я жду золото наверху. Но тем не менее, перед тем, как оно до туда дойдет, вполне возможны коррекции. Если эта коррекция дойдет до линии сопротивления, теперь это зеркальная линия поддержки, то от нее в районе цены 1912 долларов за тройскую лунцу можно будет купить и заработать краткосрочно на росте. Ну или вообще зайти долгосрочно в этом месте в долгую покупку. Давайте посмотрим. Напоследок еще доллар-канадец. Здесь немножко много всего нарисовано. Я объясню. Смотрите. Во-первых, отработал сигнал, который я давал на прошлой неделе. Доллар-канадец дошел до зеркальной линии поддержки. Здесь было движение от нее. Смотрите, вот 450 пунктов. То есть это 450 долларов с каждого торгуемого лота. И буквально за пару часов. Теперь цена пошла дальше вниз. И здесь ее ждут две линии поддержки. Во-первых, это красная линия поддержки, которая снизу идет. А во-вторых, это линия 38,2 по Fibonacci. Если цена дойдет вот в момент пересечения этих двух линий, это вот здесь будет, то это вообще будет идеально. Отсюда можно будет купить с большой уверенностью, заработать на росте. Вот это вот место вот здесь. Ну а если не сразу дойдет, чуть попозже, то будут это две линии поддержки соответственно. Одна и потом вторая. Здесь можно будет применить стратегию усреднения. Кстати, по стратегии усреднения работает и мой торговый робот. Можете его также применять. Кто еще не пробовал, пишите мне и расскажу, как его получить бесплатно. Вот такой небольшой обзор по валютному рынку на эту неделю. Если вам нравится мой стиль анализа, переходите по ссылке в описании и смотрите полный обзор на моем канале. Я сделал еще больше валют, еще больше разбор, чтобы помогать вам зарабатывать. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать волатильные новости, новости, на которых можно заработать. Желаю вам успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока!